Итоги уходящей пятницы Сколько новобранцев пополнят войска Из самого пекла на проспекте строители сотрудники МЧС спасли мужчину Я выскочила, дым валит из-за двери и каша всели Случайность или закономерность? Дерево героя в стране пройдет патриотическая акция Оставить свою заявку, пожелание о том, какой участок и где необходимо озелениться Как стать частью большого дела? А также домик за базовую, путешествие без ПЦР-теста и онлайн-жалоба Март усилит контроль за стоимостью продуктов, как сообщить о завышении цен Президент посетил Глубокский район Александр Лукашенко поинтересовался работой молочно-консервного комбината С его конвейера сходят порядка 80 наименований продукции под брендом «Глубокая» Главы государства также рассказали про технологии и степени переработки сырья Наглядный пример. Молочная сыворотка, ее раньше утилизировали Сегодня это востребованный экспортный продукт О сырьевых зонах говорили и на Глубокском мясокомбинате Здесь же прошло совещание по эффективности объединения сельхозпредприятий Витебской области Приехала делегация, премьер России просит Да, вот президенты договорились, дайте нам списки, что вы хотите продать в России Мы вас включим в этот список, везите Это возможности, это шанс Если мы этим шансом не воспользуемся, никогда сельское хозяйство наше не встанет с колен Никогда Поэтому сегодня надо, через любые трудности, сложности, сжав зубы, надо выдержать этот и, возможно, следующий год И мы перестроимся Мы перестроимся и будем работать нормально Но вы должны для того, чтобы подняться с колен, получить продукцию и продать Знакомый сценарий Еще одна непотушенная сигарета и еще одна чудом уцелевшая жизнь На проспекте строителей сотрудники МЧС спасли мужчину Диагноз – отравление продуктами горения и алкогольное пенение С места ЧП Карина Гуревич Валентина Романова в красках рассказывает о минувшем дне Тревожный звонок в дверь и испуганные лица Запах гари первыми почувствовали соседи снизу и обратились к пенсионерке Женщина от ужаса даже не сразу вспомнила номер спасателей Я выскочила, дым валит из-за двери и кашель сильный Мы знали стучать туда, и у нас ничего не получилось кашлять, но не открывает Закрыто было, да, дверь хоть хлипкая, но тут они, пенсионеры, собрались Мы выбить дверь не смогли Когда засыпала, так тряслились руки уже ночью Потом, видать, отходила С дверью квартиры на восьмом этаже справились только сотрудники МЧС На полу в коридоре они обнаружили мужчину, вывели и передали медикам Соседи уверяют, сожитель хозяйки в порядке и уже вернулся домой Хотя в момент ЧП находился на волосок от смерти Еще вчера буквально на всех этажах многоквартирного дома стояла серая пелена дыма Выветривать запах, правда, придется еще не один день Соседи до сих пор обсуждают самую горячую новость Пожар шокировал, но не удивил жильцов Говорят, пострадавший любитель выпить и покурить В прошлом году из-за него уже приезжали огнеборцы Мужчина готовил ужин и уснул Однако в этот раз последствия куда хуже В результате пожара повреждено некоторое имущество Мебель, закопченный стены и потолок Вероятно, причиной такого пожара могла стать незатушенная сигарета Курение в постели – верный путь к смерти Ежегодно от вредной привычки погибают десятки людей Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 Смертельная доза. Житель Бобруйска угостил друзей метадоном и попал за решетку После приема один из приятелей не вышел на связь Спустя день молодого человека обнаружили без признаков жизни Погибший был неоднократно судим за хранение и приобретение наркотиков Суд приговорил 24-летнего Бобручайна к 13 годам лишения свободы С отбыванием наказания в колонии усиленного режима и штрафу в 100 базовых величин Безвизовый режим, школьные каникулы и заброшенные дома В Беларуси на четверть стало меньше пустующего и ветхого жилья Как приобрести недвижимость за 32 рубля? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси на четверть стало меньше пустующего и ветхого жилья По данным на начало 2022-го в реестрах насчитывается более 7,5 тысяч объектов Еще год назад было на 3 тысячи больше Начальная цена такой недвижимости устанавливается по рыночной стоимости К сумме в одну базовую можно прийти, если на протяжении нескольких аукционов подряд на дом не найдется покупателей Для поездки в Россию белорусам теперь не нужно сдавать ПЦР Но пока это относится к тем, кто пересекает границу на автомобиле или поезде Специалистам потребуется определенное время для снятия ограничений, которые касаются требований к тестированию, если человек в качестве транспорта выбрал самолет Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает контроль за ценами Акцент на товары первой необходимости и продукты длительного хранения Информацию о повышении стоимости можно сообщить через онлайн-анкету на сайте ведомства Заполняется она с любого устройства, подключенного к интернету Стали известны даты школьных каникул в Беларуси на 2022-2023 учебный год Осенние продлятся 9 дней с 30 октября по 7 ноября Зимние 15 с 25 декабря по 8 января Весенние пройдут с 26 марта по 2 апреля Летом учащиеся будут отдыхать с 1 июня по 31 августа В этом учебном году занятия завершатся 31 мая Зарубежных участников и гостей Славянского базара пустят в Беларусь без виз Однако по билету можно проехать только один раз В дату не позднее проведения международного фестиваля Для пересечения белорусской границы достаточно будет показать квиток На представление в летнем амфитеатре или концертном зале Витебск Пост сдал, пост принял В стране продолжается призывная кампания Это весной армейский строй пополнит почти 900 бобручан Сейчас парни проходят медкомиссию, после ждет распределение Служить или нет, Ольга Васенда искала ответ Без пяти минут выпускник механика технологического колледжа Евгений Киселев уверен Служба в армии и обязанность, и привилегия Сейчас 20-летний парень проходит процедуру призыва Медики проверяют здоровье, а военные специалисты изучают личное дело Цель молодого человека – рота почетного караула Отец мне всегда рассказывал про свои истории, когда он служил теперь И мне будет, что ему рассказать У меня друзья служат, и если бы отправили в честь к ним, было бы даже очень веселее Согласно указу президента с февраля по май на срочную военную и службу в резерве Будут призваны те, кому исполнилось 18 Вчерашние студенты и школьники – представители различных профессий В ближайшие год или полтора им предстоит освоить специальности В военкомате стараются пойти навстречу при подборе профиля подразделения Призывники наши проводят службу практически по всей республике Мы комплектуем Брестскую область, Минскую, Гродненскую, Гомельскую, Витебскую У нас очень широкая география от направления наших призывников Годен или нет – ответ на этот вопрос дает медкомиссия В ее составе офтальмолог, невролог, психиатр, лор, стоматолог, хирург и терапевт В день специалисты принимают до 50 человек Всего в списке почти 900 призывников На основании этого наши врачи плюс дополнительных просматривают У нас есть свое заключение При необходимости мы их отправляем на обследование в лечебное учреждение Поликлиники в больнице Если у молодого человека проблемы со здоровьем Или его семья ждет пополнение, тогда положена отсрочка Срок ее действия определяют в военкомате Те, у кого нет препятствий для прохождения службы Готовятся к новому жизненному этапу У настоящей повестки нет номера Документ заверяется гербовой печатью и подписью военного комиссара В тексте обязательно указывается цель вызова Вручается лично в руки под роспись В Бобруйске призыву подлежит свыше 1200 человек Отправка войска пройдет в период с 25 апреля по 31 мая С первых дней службы новобранцев ждут ежедневные занятия Физическая подготовка, практика на полигонах и стрельбищах Спустя месяц священный ритуал присяга После которой вчерашние мальчишки с гордостью смогут себя назвать защитниками Отечества Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Сад памяти Бобручан приглашают поучаствовать в закладке парков и аллей Акция «Дерево героя» пройдет по всей стране под эгидой Министерства природы С 26 марта по 15 мая Движение приурочено Году исторической памяти И посвящено погибшим в годы Великой Отечественной войны Участники будут ухаживать и за уже высаженными растениями Любой житель страны может обратиться в областной комитет природных ресурсов Либо городскую или районную инспекцию природных ресурсов по территориальности И оставить свою заявку, пожелание о том, какой участок и где необходимо озеленить Или он желает озеленить В данном случае специалисты Минприроды проконсультируют человека, подавшего заявку К слову, в 2021-м за время акции в Могилевской области высадили больше 80 тысяч деревьев И порядка 40 тысяч кустарников Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»